ДИМ МАСЛЕНКОВ ДИМ МАСЛЕНКОВ ДИМ МАСЛЕНКОВ В ЕЦЕ меня зовут Дим Масленков Настало время для аналитики третьего выпуска госбаста Больница при лагере смерти ГРОБОВЗИ ХАЛЬСТАТОМ Что, что, что происходит? ВЕСТ ХЕРЫ ЙЕМАН ВЕСТ ХЕРЫ ЙЕМАН ДИМ МАСЛЕНКОВ Друзья, перед ночём разбора этого видео я честно хочу обратиться к моим подписчикам Друзья, меня просто безумно радуют комментарии подобного типа Дим, в этом выпуске не было ничего паранормального и мистического Скучно, обычное видео Ребят, я хочу напомнить вам, что суть всего про это госбаста В том, чтобы доказать, что ни мистики, ни паранормального просто не существует вообще Поэтому я отправляюсь в самые страшные места мира и провожу там время И если даже мои камеры что-то фиксируют, я пытаюсь это объяснить с научной точки зрения А если вам не хватает какой-то мистики и так далее, ну подождите Потому что бывает такое, что самые криповые моменты находят мои же подписчики Спустя большой промежуток времени после выкладки самого видео И действительно такие моменты реально бывают Вспомните хотя бы призрак усадьбы Ладно, перейдем непосредственно к выпуску и обязательно досмотрите его до конца Потому что в этой больнице происходило много того, что реально стоит разобрать И что действительно меня удивило К сожалению, многого в этой локации я не смог показать Потому что здание этого комплекса находится просто в жутко плохом состоянии За последние несколько лет было зафиксировано больше десяти случаев очень тяжелых травм При обрушении зданий, потому что туристы заходят туда, куда им реально не следует Поэтому вы заметили, что большая часть входов на вторые этажи были перекрыты черной тканью Потому что любой неверный шаг может привести к гибели Более того, я приехал на локацию прямиком из аэропорта, да еще и в сумерках У меня тупо не было времени, чтобы посмотреть на здания и понять, какие из них нормальные И это реально увеличило риск Мне кажется, еще несколько лет и эти здания просто разрушатся Этим можно объяснить то количество звуков, которое происходило на этой локации Постоянно обрушался потолок Осыпалась кровля и штукатурка А когда рядом с вами происходит какой-то неожиданный громкий звук или движение Это обязательно приводит к... Но! По видео, которое сняла девушка из Германии Мы понимаем, что там даже днем творится что-то странное Так, давайте рассмотрим звуки, которые падением штукатурки объяснить просто невозможно Представим такую ситуацию, что вы идете по заброшенной больнице ночью И откуда-то из темноты вы слышите свист Блин Если это даже был ветер, то скорее всего я бы слышал повторение этого явления в течение всей ночи А в данном случае этот звук появился только два раза с промежутком в несколько секунд Когда я только приближался к месту съемки, я часто видел, что тупо в лесу стоят палатки, в которых живут туристы Поэтому, честно теоретически, кто-то из туристов мог издать этот звук за пределами больницы Знаете, а если звук происходит недалеко от вас, и он похож не на свист, а на какой-то стон или мычание? В таких ситуациях по всему телу реально пробегает холод Потому что эффект присутствия кого-то, ну просто колоссальный Реально подобный эффект можно объяснить только одним Вы заметили, что на локации все окна немного приоткрыты? Чисто теоретически подобный особый скрип или скрижет могли издать именно окна Которые немного качнул ветер, когда я находился на локации В принципе, действительно, это мог быть скрип окна, либо двери, как, например, в замке Гаусска Так что никакой миссии Самые необычные звуки мы разберем чуть позже, а сейчас перейдем к визуальной составляющей Потому что вы прислали просто огромное количество найденных моментов Но по большей части это игра света, тени и воображения А порой даже фотошопа Но среди всего этого я нашел пару моментов, которые действительно взрывают мозг Которые пугают и радуют одновременно Вот сейчас просто посмотрите на дверь и на ее ручку Смотрите, у меня реально мурашки по всему телу Потому что это безумно, безумно похоже на человеческое лицо Посмотрите внимательно Зубы, губы, скулы и ноздри Это выглядит как какое-то страшное, ужасное лицо Это увидели просто сотни человек, но из-за фантазии они не смогли увидеть сути Это вот конкретный пример игры воображения Ребят, это не призрак, это не рисунок, это обычная замочная скважина Да, она выглядит нереально страшно, но это замок Зубы? Нет Во-первых, их три Либо у призрака проблемы с прикусом Либо это действительно замочная скважина под подобный ключ То есть центральная точка и две прилегающие Причем эта замочная скважина заполнена чем-то белым, чтобы законсервировать эту комнату Так что ничего страшного и мистического, но действительно выглядит крипово Хотя, я хочу напомнить вам, что реально страшно в этом месте выглядит все остальное Да, это место вышло как будто прямиком из кошмара Непонятные органы из деревьев и камней на полу Черные огромные фигуры в комнатах А кровавленные краской стены Такое чувство, что какие-то современные художники, у которых явные проблемы с арендой помещений Решили нехило сэкономить и провести свою эту бредовыставку в подобном адском месте Я просто говорю вам, не дай бог, вы когда-то пойдете по темному до жопы коридору Повернетесь и увидите вот такое Допустим, это все реально проявление какого-то современного искусства Но неужели по соседству с ним есть что-то необъяснимое? Давайте посмотрим еще раз видео из Германии и послушаем этот странный звук Что же это такое? Я, честно говоря, долго ломал себе голову, но потом, кажется, нашел ответ в этом кадре Посмотрите его очень внимательно Просто какие-то вещи Цветные Что вы видите? Я захожу в комнату, где грудой навален какой-то цветной мусор Но ваш взгляд должен быть направлен на лицевую камеру Просто какие-то вещи Лично я вижу источник света Современный светильник, который установили на дверь Следовательно, это действительно экспозиция современного искусства Причем с искусственным освещением, которое питается, видимо, от генератора Следовательно, там могут быть не только источники света, но и колонки В комнате с разбитым стеклом могли транслироваться звуки скрежета стекло Зачем? А вот хрен его знает Это современное искусство и, честно говоря, его я понять вообще не могу Лично мне кажется, что эта девушка прекрасно знала о существовании этой демонической выставки И решила чисто по приколу снять это видео вот с этими непонятными звуками Потому что она, во-первых, говорит в видео, что находится там уже несколько часов Следовательно, она уже обошла это здание и прекрасно знает, что там в комнатах распихены огромные черные монстры и так далее Поэтому мне кажется, что это точно не паранормальное, а просто прикол девушки и непонятная тупая экспозиция Все Но один звук меня реально напряг Звук, который свалился мне на голову в самом начале этой чертовой ночи Что за хрен, блядь? Это похоже на какой-то механический голос с непонятными радиопомехами Ну вот представьте, вы идете по темному коридору ночью в заброшке И тут слышите это, да еще через микрофон, который нереально усиливает звук По моему лицу было понятно, что я как минимум озадачен Я пытался замедлить эту запись Ускорить Ускорить И послушать, возможно понять, что там говорится, но результатов никаких не было И в конечном счете я понял, что это было Этот звук издала обычная ограничительная лента Вот на этом кадре ее прекрасно видно То есть я повернулся и начал тереться об ленту с помощью своего хвоста для GoPro Как вы видите, звуки производятся в синхрон с моими движениями Получается, что такой лютый и действительно страшный момент объясняется обычным совпадением и обычной ограничительной лентой Но на этом видео вы нашли один момент, который объяснить обычным совпадением, да и вообще объяснить невозможно Реально приготовьтесь Просто посмотрите на фотографии полароида, которые я сделал в этом месте Что это мать твою такое? На первой фотографии мы видим какое-то полупрозрачное облако белого цвета Да, многие могут сказать, что это пыль, засвет камеры и так далее Но тогда перейдем ко второй фотографии Что вы скажете об этом? На этом снимке мы видим явную тень, которой там просто не могло быть Потому что вспышка бы подавила абсолютно любую тень Многие подписчики обрисовали вот такую фигуру А на добивку посмотрим на снимок из комнаты, где висит вот эта черная страшная тварь Посмотрите, что происходит под ней Это непонятная тень Да, ладно, здесь играет мое воображение, но она похожа на человека, который без ног ползет на своих руках Слышится как бред, но это действительно так и есть Я не понимаю, как могли реализоваться подобные тени при яркой вспышке в подобном помещении И я, честно говоря, в полном шоке То есть у нас есть три фотографии и на всех трех фотках три непонятных объекта Которые сложно объяснить, что это такое Но, знаете, что самое интересное? Сами исходные фотографии я не изучал Снимки получаются очень-очень маленькими И мне удобнее смотреть на снимки в оцифрованном варианте Следовательно, когда я прилетел в Москву, я тут же отдал эти фотографии в фотоателье И на следующий день мне представили уже готовый вариант И я тут же присоединил их к видео И тут вот такой результат И когда я вернулся в фотоателье И попросил мои фотографии назад Они мне сказали, что их не могут найти Что? Вообще, что происходит? Они попросили несколько дней, чтобы тупо найти фотографии Я их пока не получил, мне нужно выкладывать аналитику Поэтому, я не знаю, наверное, через неделю, через две Я сделаю отдельный ролик за гранью По некоторым случаям, которые вы также еще до сих пор находите В первом и во втором выпуске третьего сезона Ghostbuster И там мы изучим эти фотографии Другого варианта я не нахожу Но мне вот лично просто дико интересно посмотреть на исходники Потому что, ну вот, то, что изображено на этих фотографиях Реально очень сложно объяснить Я хочу сказать вам спасибо, что посмотрели это видео Поставьте ему обязательно лайк Я уже начинаю работать над четвертым выпуском Ghostbuster Я надеюсь, вам очень нравится мой проект Поддерживайте его в социальных сетях Подписывайтесь на мой инстаграм И рассказывайте друзьям, что есть такой канал Мне будет очень приятно